Во всех 89 субъектах страны идет финальная подготовка к открытию региональных отделений Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества». Филиалы откроются 1 июня. Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации глава наблюдательного совета Сергей Кириенко после того, как вместе с главой организации Анной Цивилевой и ветеранами СВО проинспектировал готовность кузбасского филиала к открытию. Идет финальная подготовка. По большинству регионов уже подготовлены помещения. Прошла программа обучения руководителей всех региональных отделений в Москве на прошлой неделе. И со вчерашнего дня идет программа обучения 11 тысяч социальных координаторов. Это вот первый набор социальных координаторов. Это люди, от которых будет очень много зависеть. И очень благодарен людям, которые сегодня приходят на работу в фонд «Защитники Отечества», потому что среди них много и матерей, и жен участников специальной военной операции. На работу социальными координаторами в том числе приходят и сами ребята, которые по ранению вернулись из зоны специальной военной операции, которые хотят помогать таким же ребятам-ветеранам, как они сами. Кузбасская команда подошла к вопросу подготовки филиала ответственно и с душой. Филиал занимает помещение общей площадью 400 квадратных метров на территории квартала юстиции. Наша задача помочь им поддержать, обеспечить и лекарствами, и современными протезами, если это требуется, переобучить, трудоустроить этих ребят, чтобы они смогли проходить регулярно реабилитацию, санаторно-курортное лечение. Это все будет как раз в зоне ответственности фонда. Прием в кузбасском филиале будут вести юристы, специалисты службы занятости, социального МФЦ, медико-социальной экспертизы, психологи. Здесь же будет организован пункт проката средств реабилитации, демонстрационная комната с реабилитационным оборудованием, детская игровая, библиотека и холл для отдыха и общения. Непосредственные близости от здания филиала фонда защитники Отечества оборудуют остановочный павильон для общественного транспорта. Пока же доставлять людей от ближайшей остановки будет специальный шаттл. Потому что ребята сейчас придут с войны, с разгоряченными сердцами, с будораженными душами. У них возникнет куча вопросов. И помощь будет им, в частности, необходима им и всем детям. Поэтому такие центры, они объединяют как раз этих ребят. Ну а мы им поможем в каком плане? У нас существуют общественные организации совместно с фондом, будем принимать участие, взаимодействовать и оказывать содействие, чтобы ребята вышли из этой ситуации. Открытие Кузбасского фонда защитники Отечества запланировано на 1 июня. Галина Ирина, Ария, Ленинск.